Такому количеству чемпионов позавидуют любые организаторы спортивных состязаний. В этом зале мастера спорта СССР по шахматам, гроссмейстеры, победители первенств Европы и мира. Но даже спустя годы они не расстаются с шахматами и принимают участие теперь уже в ветеранских кубках и турнирах. Игра профессионалов не отпускает. Надо уметь думать, логически размышлять, фантазировать. Ну и память должна быть хорошей. Тактика – это больше относится к искусству, комбинации различные. А стратегия – это логическое мышление. И то, и другое обязательно в шахматах. Если ты только тактик, то проиграешь все равно к какому-нибудь стратегу. В Кубке Российской шахматной федерации принимают участие женская и мужские команды. Всего 46 спортсменов из Татарстана, Башкортостана, Твери, Ярославля, Свердловской, Воронежской, Ростовской, Ивановской и Московской областей. Для каждого из участников – это спорт, которому они посвятили себя с раннего детства. Именно с юных лет нужно начинать занятия, иначе это не больше, чем интеллектуальное развлечение. А сегодня многие его хотят сделать еще и быстротечным. А ведь шахматы этого совсем не любят. Им нужна тишина и вдумчивость. Когда вы находите ход, который вообще не бросается в глаза, который кажется парадоксальным. Вот в этом и есть эстетика. То есть, в неожиданных каких-то решениях. Многие участники отмечают, что современная молодежь активно увлекается шахматами и помогают в этом компьютерные игры. Но маститые гроссмейстеры подобными забавами не увлекаются. Важно каждую комбинацию, каждый ход продумать самому. Ведь это победа, в том числе над своими прежними достижениями. Юлия Федорененко, Сергей Берзин, Денис Петров. Первомутищинске.